День Начали Вот 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 Вспомним наше основное растяжение предыдущего занятия и будем с него пользу извлекать. Что мы наказали, в конце концов, про самосопряженные операторы. Кстати, в понедельник обычный учебный день, так видите? Да. Все дни, кроме первого диатрона. Да. Спасибо. Спасибо. Давайте, это вы доказали, но запишем и будем извлекать следствие. Спасибо. 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 Да, это нечтемерная А. Да. Ф-симетричный. Да. Ну, я тетрадок намер investing. Вот так. Да. Вот так. Вот так. Эм, а. Иди-ди-ди. И мы его как? Е1Е она посещает, вы помните? Е1Е, ГОЙ, СОЛЬЕ, ОИ, И, И является собственным ветром для нашего оператора. Продолжение следует. Продолжение следует. Сейчас я могу ему дать это очень полезное следствие, а вначале вспомним, что такое подобные матрицы. Когда две матрицы подобны? Это недавно на хорошее училие. На хорошее училие, кажется. Когда существуют маслицы, которые подобны, модельные цементные волковика, если что. На хорошее училие. Продолжение следует. 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 Существует С такое, что С плюс приемника С. Пишем практически многочлены. Что уже доказать? Да. Фактически многочлены для этих патриц. Существует С. А. В. А. Натин. Натин. Определитель, что она не будет прямо сейчас. Ял и. Натин. Это. Добро пожалеете. В. Можем наказать. 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 Вместо А подставим на эту форму. Можем наказать. А еще мы вместо Е подставим С минус 1 умножить на С. Теперь мы С вынесем. Пишем победитель. А тут С минус 1. Хочу я С минус 1 вперед вынести. И это все умножить еще на С. Пишем победитель. Теперь мы можем С минус 1 умножить вперед. Пишем победитель. А теперь мы вспомним свойство определителя примененное от произведения нескольких матриц квадратных. Допустим, М1, М2, М3. Я, значит, М житая. Размераем на это. Можно ли это выразить через объединитель матриц квадратных на выливаемых? Да. Так. Позведение. Да. Позведение. Таким образом. Меняем сюда. Получаем. Таким образом. Меняем сюда. Третья. Таким образом. Третья. Третья. и занести под одинаково хорошо давайте не спеша это не детский сад вынесите выдачи порядок вот просто перенес этот я просто поменял местами числовые множители это числа это элементы поля поле умножения контактивного а теперь вот это можно вынести и один определитель а это у нас единичная матрица значит это есть единица другим образом получается что это все равно вот тому что назад это не 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 а не Продолжение следует... 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 имеет вещественных корней. Замечательно. А вот для... ну хорошо, для некоторых не имеет вещественных корней. Наверное, есть операторы на каком-то многомерном пространстве, при этом корень, степень, значит, степень многостейных характеристического равна n, а корень, допустим, только один. Может такое быть? Наверное, может, да? На самом деле, может. Может быть, там пространство четырехмерное, а корней у характеристического многочлена только два. Каждой кратности один. Короче, количество корней может быть любым, в принципе, у оператора. Это верно. Количество корней вещественных у характеристического многочлена линейного оператора может быть, в принципе, любым. А вот у симметричного оператора на нмерном ликвидовом пространстве характеристический многочлен всегда имеет n вещественных корней с учетом их кратностей. То есть, если корень имеет кратность 2, он учитывается 2 раза. Если кратность 3, то 3 раза. Но ведь это, согласитесь, довольно приятное и необычное свойство. Мы вот сейчас обсудили, что бывают операторы, у которых вообще нет собственных чисел. А у симметричного оператора, у любого симметричного оператора, всегда собственные числа есть. И более того, их n штук с учетом кратности. Ну, на самом деле, это и понятно, потому что у него, как мы на прошлый взгляд, доказали, что у него собственные векторы всегда есть. Значит, собственные числа есть. В общем, сейчас мы аккуратненько про... Теорема 3 будет следовать и с Теоремой 1, но она уже прохарактерически многочленная. Теорема 3 будет следовать. Теорема 3 будет следовать... Если у кого нет,rasть у меня... Теорема 2... Теоремы... Почему я? Теорема 3 будет 3 или... Ох circles... Какой fianц... Тогда его прокрепительный член имеет N вещественных родней с причетом их правностей. Т.е. этот самый указательный член раскладывается произведение n вещественных многочленов степени 1 это на самом деле исследует из первого утверждения сам следует второе используя теорию многочленов но мы докажем второе непосредственно оба докажут амда раскладывается а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... У нас оператор дан, а базис не дан. Базис можно производить. Для каждого оператора есть один, а базис выбираем. Базисов бесконечно много. И, значит, выбрали мы два разных базиса, матрицы будут разными. А верно ли, что хронические многочлены совпадут? Да. Почему? Доказывали, но оно следует... Верно ли, что матрицы оператора F в двухратных базисах подобны? Да. Вот. Физический... Многочлен... Эпопиянка... Если у нас есть два базиса, матрицы оператора в этих двух базисах подобны. И, значит, по теории два, их характеристики многочлены равны. Поэтому, значит, это и объясняет, почему хронический многочлен не зависит от выбора базиса. Значит, он равен... Значит, хронический многочлен может быть в любом базисе. Если вы прям у нас не можем. Вот я, значит... Он равен... Он равен... Он равен в том, что он не делается... В�� Americис. Продолжение следует... Можно выбрать в любом базисе, давайте выберем наиболее удобный базис, а именно тот, который в теореме 1 существует автономированный базис. Продолжение следует... 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 Если в этом наборе чисел, альфа в число, в них церковь не смогут совпадать, и число альфа-1 может появиться здесь несколько раз, и вот количество раз, сколько оно появляется, это и есть кратность корень альфа-1. Каждый корень тут, значит, имеет, в общем, ну понятно, мы получаем n корней с учетом их кратности. Вот, это мы доказали первое утверждение, а второе, это мрачьян складывается в произведении n веществных мрачьян в степени 1, вот оно и написано. Субтитры делал DimaTorzok Замечательно. 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 Бубочка. Вот, там был как, ط Bava, где же пряпочка. Кряпочку кто то, кто то... Кто то или кто ridил, его не acredила. Была. Кто поднял тряпочку изменила бубочку. Тряпочка лучше была. предел если встретите тряпочку счастье позовите ее она испугалась сессии шы премьер все но работали все все и Продолжение следует... 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 А у нас такая вот матрица, мы строим оператор F-A. Для матрицы A рассмотрим оператор F-A. Для данной матрицы A. Смотрим оператор F-A из R-N. Нужно его применять к вектору U. Какому-нибудь любому. Берем вектор U. Столбец высоты N. Нужно нам определить, что такое F-A, примененное к такому столбцу. Мы хотим в операции матрицы A определить оператор F-A. Мы хотим определить, что такое F-A, примененное к U. У нас что есть? У нас довольно немного данных. Есть матрица A и есть реактор Столбец. Что можно сделать? Давайте сначала по базе. Ну, зачем же мы погробное делали? Зачем будем смотреть? Все проще. Так. Вот этот F-A, T-U, это должен получиться тоже столбец. Наш оператор из R-N в R-N. Итак, матрица A нам дана. Мы, используя матрицу A, мы определяем оператор F-A из R-N в R-N, где R-N – пространство столбцов. Значит, мы должны, имея столбец U, мы должны определить, что такое F-A, примененное к этому столбцу. И результат, вот в правой части я должен написать тоже какой-то столбец. Ну, что же можно сделать? Есть матрица размера N-N, есть столбец высоты N, а нужно получить новый столбец. Да. Какая вот новая оригинальная идея. A умножить на U. Это столбец. Ну, мы уже, на самом деле, какое делали? Можете сами проверить, что это оператор линейный. А есть у нас стандартный базис. А есть у нас стандартный базис. Мы его обозначим G1G. И G1G1 – это вот единичка на первом месте остальные нули. И так далее, G1G1 – это вот единичка на втором месте остальные нули. И так далее, Gn1 – это вот единичка на последнем N месте. Давайте напишем матрицу оператора. Матрица. Матрица. Будет опозначим ее. А-а-а. Хочу я рассмотреть матрицу оператора F в этом базисе. Как бы ее обозначить, что его ни с чем не предоставать? Пусть она будет M. , МФА. . Матрица. Оператора F в спальнике Z. Вот��. Давайте её учтите, как её учтите, как учтите падает Чтобы вычислить первый столбец, нужно что-то сделать И вот мы его вычисляем, матрицы оператора вычисляют по столбцам Как вычислить первый столбец? Аккуратнее Вот это линейное отображение первого вектора по базису Оператор применить к первому базисному вектору Полученный вектор разложить по базису Записать коэффициенты разложения в первом столбце И что же там будет? Если мы... Давайте, хорошо А А G1 А G1 Это что такое? Это А умножить на вот такой столбец Что это будет? А Г1 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 Г2 Г1 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 Г2 Г1 Г2 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 Хорошо, коэффициенты разложения нужно писать в первый столбец с матрицы MFA. И ага, MFA, где первый столбец такой вот знакомый нам, и этот столбец сам столбец не получается. Вы неправильно написали там 3.1. Вот первый столбец с матрицы MFA. Вот вы только что писали где-то. Ну, я её вообще отверхал, сотру, я её не писал по 2.2. В смысле, вот эту можно же написать. Ну, напишу, ладно. Три-два. Нет, в общем, сотру. Потому что понятно, что это A1. Стро столбца моя зона. Вот. Лишневый миг. Всё понятно и так. Такой столбец. Замечательно, да? Второй столбец. Чтобы учить второй столбец, уже применить у нас оператор к второму. Ага. 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 Та дать, как сказать про, подставка. Проп모ад member. Посуду вам. Ага. При автолюминя. Проподдержку отмfyну. Перед поддержку майcountового. на международном места и 40 лет студий. и дальше второй столбец просто оказывается второй столбец в адресе мфа правил вот эту будет дальше продолжается и эта матрица чему равна просто она равна просто матрица для любой матрицы а можно рассмотреть вот такой оператор очень просто определяемый и стандартном базисе матрица этого оператора равна почему он симметрич был у нас такой результат если инфиду пространство артонармированный базис если матрица оператора в этом мальчике лично это оператор 7 тысяч было оператор если данное педало пространство на него ли не оператор и тогда оператор симметричнее когда эта матрица в этом базе симметрично сами уже опытные люди если не помните закажите сами на пользу там знаете вы как симметричный оператор там сопряжение x вёдочка используется и знаете что матрица в данном базисе матрица x вёдочкой равна матрица и оператором трансфонированный в общем аккуратно все напишите и получите вот у этого G1 Gn мы рассмотрим стандартное скалярное произведение на ТРН имеем базис G1 Gn для этого произведения на ТРН имеем определение артонармированный матрица FA симметричная матрица оператора матрица оператора FA в этом артономированном базисе матрица оператора FA в этом артономированном базисе shr-"8 GnE0 gnE0 gnE0&%КА8 gnE0 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 exO M0 OK tIT po SystemiI0 GnE0 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 g1gdv yourobraF gnE0 gnE0 d0 gnE0 d0 gnE0 gnE2 gnE0 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 gnE1 gnE0 g3nE0 gnE 0 gnE2 cmE0 gnE0 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 gdmE0 tXNe0 gnE0 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 gammaGdLgdCe? manor contra chen möt acknowledge allo... Продолжение следует... 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 рассмотрим матрицу это матрица оператора нашего в этом ватисе H ватисе H1 H Какой она будет, что это заматывается? Да, это мазерца, которая в диагонали будет БТИ. На диагонали стоят БТИ. На диагонали стоят БТИ. Здесь матрица перехода. С от базиса G к базису H. Что про нее можно сказать, если учесть базис G ортонармированный, базис H тоже ортонармированный. Что можно сказать про матрицу перехода? Матрица перехода ортогональная. Мы доказывали, что если есть два ортонармированные байса, то матрица перехода от одного к второму ортогонально. Ага. А вот теперь связь между... У нас есть один оператор FA и его матрица в разных... А базисов два. Значит... Как связаны... Оператор FA у нас один. А базисов два G и H. Вот матрица... Как связаны... С матрицей этого оператора в базисе G вот... МФА. С матрицей этого оператора в базисе H. Вот это М словно МФА. Как они друг с другом связаны с использованием матрицы перехода. Формула, которую, кстати, была в коллоквиуме. Задача номер шесть. Самая дорогая задача десять баллов. Смотрите, как запомнить. Нужно пишем... Слева пишем матрицу в новом базисе. Слева пишем матрицу в новом базисе. М словно ФА. А справа пишем матрицу в старом базисе и на что-то ее умножаем слева и справа. Матрица в старом базисе у нас МФА. Но ее надо еще умножить. Умножаем на матрицу перехода и обратную к ней. Значит, слева минус первый. Всегда мы пишем... Вот так я определение дал, чтобы С в минус первой появлялась слева. Всегда. Да. Вот. И тут, значит, пишем С. Матрица перехода наша. НЖК. Минус первый. А тут она просто. Вот. О. А это диагонально. А это ортогонально. Матрица перехода ортогонально. Значит, вот это С в минус первой равно С в минус. Значит, С в минус. Ага. И, значит, в теореме-то нужно было А. А, кроме того, вот это, вот это МФА, она чему равна? Мы вычислили. Она равна просто А. А. Значит, что нам в теореме-то лучше? А, нам дана симметричная матрица А. И нужно для нее найти ортогональную матрицу С. Такую, что вот это вот произведение является диагональным. Какую же взять С? Правую С из ЖК. Значит, положим С. Это вот это, значит, при матрице перехода. И тогда вот это произведение равно С минус первой на А на С. А также вот вот эта ортогональная равно С трансформированная на А на С. И вот эта петуха, эта диагональ. Все. Доказали. Ну, вот, значит, смотрите, весьма нитривиальное свойство симметричной матрицы, приятное. Для любой симметричной матрицы можно найти ортогональную такую, что вот это произведение диагонально. Для симметричной А такую С найти всегда можно. А если А не симметричная, то, вообще говоря, такой С не существует. Это именно свойство симметричных матриц. И, значит, доказано оно, ведь, чтобы доказать, мы прошли большой путь. Целую теорию построили. А, значит, опять же, с формулировкой теоремы 4 она использует только матрицы и их произведения. Можно было дать ее как задачу со звездочкой в прошлом семестре. Ну, вот кто-нибудь решил бы, не имея теории симметричных операторов, попробуйте решить такую задачу. Для данной доказать, что для любой симметричной матрицы найдется невырожденная С, что вот эта штука диагональна. Думаю, что вряд ли получится. Так что не зря теорию. И это применяется на практике, потому что во многих инженерных и научных, инженерных задачах и задачах из физики часто возникают симметричные матрицы. И нужно их изучать. А когда изучаешь квадратную матрицу, уместно переходить к подобной матрице. Если две матрицы подобны, то их свойства в каком-то смысле похожи. Поэтому, когда изучаешь квадратную матрицу, уместно заменять ее на подобную попроще. Если для данной квадратной матрицы найдется подобная матрица попроще, то ее надо тоже рассматривать. Потому что свойства подобных матриц похожие. И вот, оказывается, для любой симметричной найдется, существует подобная матрица, которая просто диагональна. Вот так. Это реально используется. Давайте вернемся к ортогональным операторам. Помните, там была у нас теорема про ортогональные операторы. Я ее начал доказывать, но не получилось. И сказал, что вернемся позже. Да, вот я ее добью. По крайней мере, на нем. Я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... это всегда, когда f со звездочкой на f равно подъездному и f на f со звездочкой только подъездному. Давайте сделаем стрелочку вправо. f ортогональный. Нужно доказать вот эти два свойства, но что значит он ортогональный? То есть любых векторов u и v из e, f от u, споярное поведение с f от v равно споярному поведению u с v. Это определение ортогонального. Мы знаем, что оператор ортогональный, делаем здесь импликацию вправо. Знаем, что оператор ортогональный, нужно доказать вот эти два свойства. Тут, значит, в этом равенстве, смотрите, тут применяется f к первому аргументу. Давайте вот это обозначим v-слову. Тогда это получается равно f от u, примененное в споярное поведение с v-слову. По свойствам сопряженного оператора, если f применяется к первому аргументу, надо перекинуть на второй, добавив звездочку. Это равно, значит, u, споярное поведение с v-слову. Это вот такое. А теперь вспоминаем, что наш v-словной, это есть f от v, значит, это равно u. u, тут у нас стоит f со звездочкой от f, от v-словной, от v. И это все равно снарядному поведению u с v. Теперь мы все перенесем в правую часть, в левую часть и запишем так. Верное поведение f со звездочкой f от v минус v равно u. И это верно для любых векторов u и v. Какой за вывод? Это для любых векторов u. Смотрите, вот этот вектор, w можно его обозначить. Вектор такой, что скалярное поведение u с w равно 0 для любого u. u, следовательно, w равно 0, то есть f со звездочкой от f от v равно 0. v. Так? Ага. Значит, то есть f со звездочкой f равно соответственно. и мы доказали первое слово. Хорошо. Хорошо. А еще мы доказывали, что ортогональный оператор обратим. На конечномерном подстранстве ортогональный оператор обратим. на конечномерном подстранстве ортогональный оператор обратим. то есть f минус 1 от f от v равно тоже v. Да. А теперь мы вычтем из... Смотрите, мы доказали уже нужно... Мы знаем, что оператор ортогональный, нужно доказать вот это и это свойство. Знаем, что оператор... Доказываем инфликацию вправо. Знаем, что оператор ортогональный, нужно доказать это равенство и это равенство. Вот это уже доказали. Теперь я хочу вот это доказать. Я буду доказывать, что f со звездочкой просто равен обратному к f. Вот, что я собираюсь доказать. Но, значит, я... Пока что это уже доказали, замечательно, но я вернусь к этому равенству. А тут, значит, для f минус 1 это, конечно, тоже верно. И я вычту из этого это. Получаем... Вычитаем... Это будет один, а это друга. Вычитаем... Один из два. Что получается? f... со звездочкой... ... ... ... ... ... Так, минус 1. Я хочу тебя воспользоваться. Мы считаем, что у нас 1, это 1, это 1, минус f с 1, f на 2, все равно 0. Тогда можно сказать, что это следующее. Вот это равенство можно переписать так. f минус 1 минус f с 1, примененное к вектору f на 0. Вот так. Да, смотрите, но v, и это верно для любого v. Но смотрите, если v любой, когда у нас v пробегает все пространство, вот этот вектор f от веб тоже пробегает все пространство. Поскольку наш оператор обратим, значит, он сюрективен. Следовательно, f сюрективен. И, значит, из вот этих двух слой, из этих двух, вот как, из того, что f сюрективен, и из того, что вот это верно для любого v, получаем, что f минус 1 минус f с 1 лёдочкой от вектора q равно 0 для любого q. Значит, значит, вот эта разность, она является лениным императором, это разность, примененная к любому вектору q равно 0. Значит, значит, вот эта разность является нулевым императором. Значит, f, следовательно, f минус 1 минус f с 1 лёдочкой с нулевой оператором. Значит, следовательно, f минус 1 равно f с 1 лёдочкой. Всё, мы доказали, что f минус 1 равно f с 1 лёдочкой, и, значит, второе равенство верно тоже. Вот здесь, которое, вот здесь надо было доказать это и это. Это уже доказали, а теперь осталось доказать это, но мы поняли, что f минус 1 равно f с 1 лёдочкой, то есть вместо f с 1 лёдочкой можно поставить f минус 1, и тогда это равенство очевидно верно. Всё, доказали. Это делали мы импликацию вправо, импликацию влево, и в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok